Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Симон Вуэ. Французский живописец, монументалист, портретист и декоратор. С 1627 года первый живописец короля Людойка XIII. Детство прошло в осажденном Париже, это эпоха религиозных войн во Франции. В то время его отец работал в Лувре и участвовал в создании королевской площади в столице. Он был назван Генрихом IV художником королевских конюшен и выполнял множество декоративных и кустарных работ. Симон помогал отцу, очень рано овладел мастерством, уже в 14 лет писал по заказу портрет знатной дамы и при том это было в Лондоне. В 1611 году Симон в свете французского посольства в Константинополе, где он пишет по памяти портрет султана Ахмеда I. Зрелый стиль Вуэ отличает большая точность и основательность воспроизведения деталей архитектуры. Обычно он предпочитает не глубокое пространство, сосредотачиваясь на экспрессии и движении отдельных фигур или групп. В ноябре 1612 года Вуэ отплывает на галерии в Венецию, где изучает живопись Тициана, Веронеза, Тинторен. В начале 1614 обосновывается в Риме. Многочисленные заказчики, среди них кардинал Барберини, который будет выбран папой под именем Урбана VIII в 1623 году. Итальянский период – это темный период, поскольку Вуэ находился под влиянием караваджизма. Он продолжается до 1627 года. Вуэ выполняет многочисленные росписи, наиболее важные для церкви Сан-Лоренция и Нлучино в Риме, портреты, картины на религиозные сюжеты, аллегории, динамичные фигурами девушек. В 1624 году Вуэ выбран князем Академии Святого Луки, художественной академии в Риме. В 1625 женится на Вирджинии Да Ветсо, юной римлянке, которой была его моделью и ученицей, а позже талантливой художницей и матерью его десяти детей. Проявляет интерес к античности эпохи Римской империи, ее культуре и традиции. В 1627 году его палитра высветляется, и живопись становится более виртуозной, красочной. Король через свое посла в Риме передает художнику свою волю, видит Вуэ в Париже. В конце 1627 года Вуэ возвращается в Париж, получает квартиру и мастерскую в Угре, становится ведущим художником короля. Многочисленные заказы на росписи, оформление картины для замков, церквей, частных домов, знатий, как в Париже, так и загородных резиденций. В 1634-1637 годы наиболее блестящий период его творчества. Особое внимание к подробностям, платкам, драпировкам, к их движению, как бы от ветра, который струится параллельно холсту влево. В 1638 году во время очередных родов умирает жена художника. Руэ женится вторым браком на Редогонде Беранджея, вдове. Пишет ряд замечательных картин на мифологически-легиозные сюжеты. В поздний период он был настолько занят заказами, что это стало сказываться на качестве его живописи. Он часто впадал в схематизм, а краски утратили свою прежнюю силу. Что объяснялось и возросшим участием мастерской в исполнении заказа. Умер в Париже в 1649 году. Его слава со временем померкла, в 19 веке он был почти забыт. Вот так вкратце из Википедии о французском живописце, монументалисте, портретисте и декораторе Симоне Вое. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok